МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомним, пройти вакцинацию можно в прививочных пунктах региона, во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы, в центральной районной поликлинике Заполярного района, в дополнительном прививочном пункте во Дворце культуры Арктика. Чтобы сделать прививку в поликлинике города или поселка Искателей, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно через портал госуслуги по короткому номеру 122 или по телефону колл-центра 2103. В прививочном пункте ДК Арктика вакцинация проводится без записи, в порядке живой очереди. В будние дни с 12 до 18 часов, в выходные дни с 10 и до 16 часов. На фоне увеличения завозных случаев ковида на заседании оперштаба по профилактике коронавируса было решено открыть посты эпидконтроля. С 21 июля они функционируют в аэропортах Наринмара, Неси, Омы, Пеши и на причалах Барж. Прибывающим в Наринмар необходимо предоставлять сертификат о пройденной вакцинации, либо сертификат о том, что в течение полугода переболел коронавирусом, либо результат ПЦР-теста. Тест также можно сдать по прибытии в округ на посту контроля. Подлинность документов контролирует полиция. Относительно въезда детей на территорию округа в профильном ведомстве сообщили, что единое решение на текущий момент не принято. В настоящее время справки на детей не требуются. Предъявлять документы об отсутствии коронавируса пока необходимо лишь гражданам от 18 лет. Прибывшие в регион граждане смогут сдать тест прямо по прилету в аэропорту или на причале. Стоимость услуги в настоящее время 1400 рублей. Готовность результата для жителей города – один день. Образцы анализов, взятые на постах в сельских населенных пунктах, будут отправлены на исследование в лабораторию Наринмара. Поэтому время ожидания результата в селах будет увеличено. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции на территории Ненецкого округа в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации в медучреждениях регионов временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Исключение составляет проведение предварительных медицинских осмотров, необходимых для трудоустройства или поступления в школы и детские сады. Чтобы пройти медицинский осмотр для поступления в учебные учреждения, гражданам от 18 лет, которые наблюдаются во взрослой поликлинике, необходимо обратиться к участковому терапевту для оформления необходимых документов. Врач выдаст направление и выпишет маршрутный лист, после чего гражданин будет направлен для прохождения медосмотра в Центральную районную поликлинику. Кому необходимо пройти медицинский осмотр для трудоустройства, необходимо сразу обратиться в Кассу платных услуг Центральной районной поликлиники. Отметим, медосмотры в Центральной поликлинике проводятся каждый вторник и среду с 14 до 15 часов. Получить подробную информацию по медицинским осмотрам, в том числе и консультацию по платным услугам, можно по телефону кассы Взрослой поликлиники Ненецкой окружной больницы или по телефону Центральной районной поликлиники Заполярного района. Для прохождения медосмотра, для поступления в детский сад или школу необходимо предварительно записаться в детскую поликлинику. В назначенный день родителю ребенка необходимо подойти в доврачебный кабинет детской поликлиники для оформления документов. В Ненецком автономном округе стартовали продажи субсидированных билетов на осенний-зимний период. Стоимость взрослого билета 4585 рублей, детского 3585 рублей. Жители Ненецкого автономного округа могут купить билеты на субсидируемый рейс от Наринмара до Москвы или Калининграда и обратно на даты с 31 октября по 31 декабря 2021 года. Позднее могут быть открыты продажи субсидируемых билетов до 26 марта 2022 года. Оформление перевозки по данному тарифу разрешено гражданам России следующих категорий. Дети от 2 до 12 лет, молодежь до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие их лица. Инвалиды с детства второй или третьей группы, сопровождающие ребенка-инвалида, лица, имеющие удостоверение многодетной семьи или другие документы, подтверждающие статус многодетной семьи. При покупке билета необходимо предъявлять документ, подтверждающий право на субсидию. Вопросы подготовки инфраструктуры Наринмара к осенне-зимнему сезону находятся в центре внимания. Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей готовят объекты коммунальной инфраструктуры к очередному отопительному сезону. Работы идут в плановом режиме. Из окружного бюджета в этом году было выделено более 17 миллионов рублей. На эти средства предприятие капитально отремонтирует системы энергоснабжения четырех котельных по улицам Вучейского, 60-летие Октября, Студенческая и Ленина. Кроме того, за счет собственных средств ОКИТС осуществляет капитальные ремонты системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и водоводов. Всего в списке ремонтных работ 20 мероприятий. В период с 19 по 25 июля 2021 года на территории Ненецкого округа зарегистрировано 166 сообщений о происшествиях. Из них 12 с признаками преступлений, сообщает Управление МВД России по Ненецкому автономному округу. Органами дознания и предварительного расследования возбуждены уголовные дела за кражи, мошенничество, неправомерное завладение транспортным средством, упланение от административного надзора и другие правонарушения. На дорогах округа произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Выявлено 888 нарушений правил дорожного движения. Установлены три водителя, управляющих транспортным средством, в состоянии опьянения. Они отказались от медицинского освидетельствования. Сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды установили на территории Нижнепечорского природного заказника 10 искусственных гнездовий для орлана-белохвоста. Необходимость установки искусственных гнездовий обусловлена тем, что хищные птицы строят гнезда на высоких местах. А поскольку древесная растительность округа представлена в основном кустарниковыми, краснокнижный орлан-белохвост предпочитает гнездиться на искусственных сооружениях, таких как геодезические вышки. Эти сооружения были построены еще в 60-х годах 20 века. Они постепенно разрушаются и становятся опасными для птиц, что может привести к уменьшению популяции этого вида в регионе из-за недостаточного количества мест гнездования. В целях сохранения и воспроизводства храняемого вида на территории Нинецкого округа было принято решение об установке искусственных мест для гнездования. Департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО закупил 10 таких сооружений, после чего их установили на территории государственного природного заказника регионального значения Нижнепечорский. В Нинецком автономном округе начался прием заявок на региональный этап российской национальной премии «Студент года-2021». Подать заявку можно до 15 сентября. Участие в этом конкурсе – это возможность заявить о себе, пополнить портфолио, набраться опыта и получить новые знания. Первый этап – региональный. На нем комиссия отбирает лучших кандидатов для всероссийского заочного этапа. Мы уже начали прием заявок. Помимо анкеты нужно заполнить и согласие на обработку персональных данных. По всем вопросам обращаться в региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Студенты округа могут соревноваться как индивидуально, так и коллективно, группами от двух до четырех человек. Среди индивидуальных номинаций – профессионал года, председатель Совета обучающихся года, староста года, общественник года, творческая личность года и спортсмен года. Среди коллективных – добровольническое объединение года, студенческое медиа года, патриотическое объединение года, студенческий клуб года и киберспортивный клуб года. Подать заявку нужно в региональный молодежный центр в отдел реализации молодежной политики и поддержки молодежных инициатив. Ознакомиться с положением конкурса можно в группе «Молодежь Ненецкого автономного округа» ВКонтакте. Отметим, премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» – национального проекта образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова